Долгое время до появления письменности Фольклор служил народу как учебник жизни, источник мудрости Он передавал не только жизненную мудрость народа, но и его философию и этику Фольклор был единственным источником, где художественно отражены основные вехи истории народа Эпос вообще считается вершиной духовной культуры народа Считается, что в эпосе заложена энциклопедия жизни Это просто мы от того, что оторвались в свое время от эпосов, они были запрещены И мы потеряли связь и умение читать вот эту энциклопедию жизни Эвенский народ имеет богатое устное народное творчество Она зародилась еще в глубокой древности И как удивительно прекрасен мир сказок, эпических полотен, дошедших до современников Во-первых, как и в любом эпосе народа, занятых оленеводством Там основное центральное место занимает, конечно же, олень Они выступают как спасители человека Не только как спаситель, но и друг, сопровождающий его всю жизнь И в этом случае он еще и дает продолжение рода Ивенского В конце заканчивается очень хорошо эпос И дает надежду на то, что Ивенский род будет жить, продолжаться и развиваться Одним из прекрасных образцов народного творчества Несомненно, является сказка Немкан Нелтек Про отважную девушку и ее благородного друга и спасителя оленя Это эпическое полотно было записано в 1975 году От сказительницы Евдокии Иннокентьевны Тайшиной 1892 года рождения Уроженки местности Десычан Березовского сельского совета Средниколымского района и АССР Академиком Василием Афанасьевичем Роббиком По мотивам Немкана Нелтек В 2015 году Государственным театром коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия был создан спектакль Зрители с большим воодушевлением встретили эту работу В спектакле органично перепелелись все сюжетные линии борьбы добра со злом Взаимосвязь людей и животного мира Светлое начало и продолжение овенского рода В нашем крае стало много овенов И овены были нашими предками Кто мы, откуда родом, кто наши предки, наш язык И только тогда сможем мы идти вперед Ведь наши предки нас оберегают, защищают и охраняют от зла, от черных сил Кто мы, откуда, кто наши предки В музее музыки и фольклора народов Якутии ведется планомерная и плодотворная работа По увековечению памятников фольклора и культуры народов По праву одними из самых искренних, добрых и светлых проектов Является создание мультипликационного фильма По немкану эвенов-березовки «Ньолтек» Все началось с того, что в нашем музее работает этнофольклорный клуб «Герву Гэдди» И там в основном мы занимаемся эвенским фольклором Записываем гэдди фольклор различный В случае с Аксиньей Ивановной Ефимовой мы записали диск Ей веточка рода Дональдкин И вот там она тоже нам записывала фольклор, рассказывала В прошлом году, в 22-м, нам спросили «У вас какой-нибудь материал есть? Эпос для создания мультфильма» Я как-то так робко даже не ожидала что-то существовало Что есть у нас «Ньолтек ивенский» эпос И после этого, да, если есть, предложили нам сделать мультфильм по этому эпосу Мы, конечно же, согласились, записали, заполнили документы Передали и началась работа Аксинья Ивановна Дичкова Ефимова, внучка сказительницы Евдокии Накентьевны Тайшиной В ее памяти навсегда сохранились детские воспоминания Треска чага, шум дождя, запах теплого хлеба и голос бабушки Который уводил в волшебную страну богатырей и нежных красавиц Смышленых зверьков и страшных оринка, обитающих в Нижнем мире Как я себя помню, всегда она рассказывала нам разные-разные сказки Самое интересное, что было, запомнилось, да? Вот когда она рассказывает И она рассказывала так интересно Смешные рассказки были Разные, веселые такие И грустные сказки были Сказки о птицах, зверей А также о добрых людях О плохих людях О красавицах О богатырях Самое интересное было, когда она рассказывает сказку Она каждого героя Или героиню Или какого-то зверя Она озвучивала так Например, голосом девушки Голосом черта Голосом плохого дяденьки Или голосом там красавицы Или ребенка Или какого-то зверя, лося Это было очень интересно Поэтому мы ждали Когда она позовет нас Вечером сказки слушать Сказки обычно она рассказывала Пасмурную дождливую погоду Потому что дети все сидели дома И ораньки И мне вначале было сложно Самое сложное было Озвучивать зверей Потому что Тут же приходит лось Потом волк Потом лиса Не надо было перестраиваться Под росомаку Под лисицу Таким голосом, да? Хитрым Потом волк приходит Вот самое сложное было В этом Вот эти кусочки И дома я вот Вспомнила Как моя бабушка Рассказывала Как она озвучивала И почему-то Мою голову Это все пришло И В следующий раз У меня получилось Очень хорошо Перестраивалась Быстро Моя самая любимая героиня Почему? Потому что Она только знала Имя Нелтек Имя Нелтек Было в секрете Потому что Черт не должен знать Она так Она так Вот Не хотела сказать Имя девушки Ну Вот И в конце концов Черт заставил Ее Имя Сказать И Она много раз Она пошла за водой Три раза падала Второй раз Пас Она очень старенькая И она очень любила Свой Нелтек И пела Нелтек Это В конце поет И она уже знает Свой конец И набирает воду А из воды Рука Черта Его Ее Хочет Утопить И вот так Она бедная Все-таки Она сказала Имя Нелтек Мне ее очень жалко И Я очень Ее горжусь Вот Бабушка Нелтек Это Хулиго 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 Нодке 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 Где Как Ноденде Вот Когда Вот Уже Вот Соревнования Затеяли Да Женихи Должны Приехать Из трех Миров И она Нелт Бабушка Поет Хулиго 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 Ка Хулиго Нодке 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 Кукольный мультфильм На самом деле Труднее Труднее в реализации Чем Современные Компьютерные мультфильмы На компьютере нарисовал Подвигал И как бы Уже Анимация идет А с куклами Работа На самом деле Гораздо труднее Хотя кажется Что кукольный Это уже Вчерашний век И как бы Ну Как будто бы Она кажется проще Да Но на самом деле Она труднее Потому что Каждый кадр Надо двигать Куклу Фиксировать Его позу Фотографировать И Таким образом Добиваться Того Чтобы куклы Ожили И стали Как бы Реалистично Двигаться И тем более Что Куклы у нас Как бы Лицо У нас Только одно было На самом деле На больших студиях Делают несколько лиц И меняют Да Эмоции меняют И Рот открывают Все это делается Как бы Сменой лица Но у нас Всего лишь Ну как бы Всего лишь одно лицо было И было очень трудно Делать им мимику Делать им Как Открыть Закрыть рот И так далее Это все обрабатывалось На компьютере Получается Да Заранее Надо было запланировать Как он стоит Что он говорит И все это Как бы Трудоемко было С моей стороны Именно вот Вся картинка Получается Это Движение героев Это Режиссура Кто куда пойдет Как это будет двигаться Где Крупный план Где этот Ну как Операторство Тоже через меня Прошло И Все фаны Все вот эти Юрты И так далее Все это Сама изготовила Получается И прикладное тоже Мастер На все руки Кто из героев Лучше всех Поддавался Двиг Движению Пластику Движению На самом деле Животные Очень хорошо Получились Пластичные У них внутри Такой Специальный Каркас Который Как бы На каждом Сошленении Двигается И причем Сохраняет Позу Если у нас Каркас Обычный Проволочный То Проволока Она же Не держит Форму Все время Падают Все время Приходится Делать сзади Подпорки И так далее Ну как-то Ухищряться Чтобы Позу Сохранить Статично И сфотографировать Продолжение Сколько Проволок Тоток нилам коричурун тарак Ариса н 잡아 на нен начала, утон до джан хен, Иньолтегалиму чан, житом тумкани армии чакценен в стан, эре лошин тент, учен булька. ПЕСНЯ Наша задача была, что главный персонаж должен быть очень привлекательный, чтобы зрители могли переживать, сопереживать, болеть за него. А это у нас, наверное, самый главный отрицательный герой. Это у нас чёрт. Над созданием его образа работала полностью дочка, Адалин её зовут. По сценарию было сначала непонятно, какого он образа. Вообще там никак не описывается внешность чёрта. Мы его создавали только следуя тому, что он делал из его действий. Если он общается, если он ходит, если он одевается в человеческую одежду, то он всё-таки антропоморфный, всё-таки он человек. Но он всё... И в то же время он не человек, его они все называют чёртом, безобразным, страшным чёртом. И вот сначала образ его отдельно нарисовала, эскиз создала дочкой, и полностью она его с макушки до пят сделала сама. Вот. И его жена тоже как бы по образу подобию уже потом позднее сделали. В первую очередь вы кого сделали из героев? Ну вот как раз-таки первый был у нас главный герой. Он больше всех появляется, чёрт, на самом деле. Это был как раз-таки вот этот чёрт. Он волосатый, потому что он сначала появляется в кадре из-под воды, сначала появляется его рука, потом из-под воды, в его таком настоящем, наверное, образе. Потом по ходу действия, значит, он женится. Так как он попал в цель, он женится на главной героине, то есть родители обязаны выдать за него замуж. И по традиции, значит, его наряжают в новую национальную одежду. Мы перелопатили буквально весь интернет, всё, какие там картинки были, мы всё изучили. Но нам очень здорово помогла Алина Владимировна Решетникова-Саковская. Она сделала нам очень много акварельных эскизов, и очень много выбора действительно было. И поэтому мы как бы смотрели и подбирали подходящий по образу костюм. На самом деле прототипов таковых не было, но для меня самое близкое сердце, отец Нельтек, мне было необходимо смотреть материалы, архивные видеоматериалы, которые бы хранились в музее. И там был югогирский поэт Николай Курилов. Я специально не создавала, конечно, этот образ, но просто руки пошли вот так вот. Образ Николая Курилова, то, что он там говорил, то, что он там высказывал, свои впечатления из этого видео у меня были. Сидели в мозгу, и, видимо, вот это все передалось и в руки у меня получился вот как бы образ Николая Курилова. А так специально таких вот образов портретных мы не делали. Но сначала, конечно, было искушение, что вообще куклы могут быть даже не антропоморфными, просто какими-то символическими, как это часто бывает, например, в голливудских даже мультиках. Типа квадратики. Да, да, да. Просто шарики, но тут там у нас уже не проявилась бы вот уровень мастерства, например, да. И, во-первых, во-вторых, ну это было бы, ну как не очень интересно работать над такими персонажами, да. И, в-третьих, все-таки это не такая детская сказка, на наш взгляд, да. Это все-таки очень серьезный эпос, да. И все-таки мы решили, чтобы все персонажи были очень, ну, похожи на людей, то есть полностью антропоморфные. А вот над образом главной героини я полностью доверила Адалин. И она, думаю, расскажет, почему она такая у меня получилась. Она получилась очень нежная и многострадальное лицо можно увидеть. Она постоянно в тревоге, в панике, словно потому что в самом мультике можно увидеть то, что у нее судьба не самая хорошая. Она милая, она красивая, светлая, потому что человек, зритель, он должен отождествлять себя с ней скорее и проявить какую-то эмпатию, чтобы чувствовать какую-то связь с персонажем, сожалеть ей. Очень интересный опыт. Для нас это впервые, да, вот создание именно персонажей. Для нас это впервые, это было очень приятно работать, очень интересно. Ты углубляешься не только вот технически, да, но углубляешься еще и в культуру другого народа. Для меня эта работа дала возможность оценить свои способности в плане декоративно-прикладного мастерства. И мне это очень понравилось, и я верю, что я могу дальше работать над такими вещами. Мне нравится делать именно подвижных кукол. И кукол, и зверей обязательно, чтобы у них было суставы подвижные. Поэтому для мультипликации это, мне кажется, самое то. А в какой технике вы делали? Ну, валяние, сухое валяние, а так у них каркас проволочный, только вот вместо суставов там гаечки, ну такие шурупы, да, ну как конструктор. Поэтому они двигаются. Можно и по бокам могут смотреть, назад смотреть могут. Кто из лужи был самым вредным? Вредным. Вредным. Я бы сказала, Росомаха, потому что там, во-первых, шерсти такой натуральной нету. Ни в магазинах. Вот есть такие, ну, крашеные, да, бордовые, какие-то эти. Найти натуральный цвет очень трудно. Я очень довольна была вот этим, карностайом, потому что у нее все-все-все двигается, все позы. Она может на двух ногах стоять, не может вообще на всю сторону смотреть. Поэтому мне очень, я очень довольна ее, потому что, во-первых, она такая гибкая, а во-вторых, она очень маленькая, поэтому быстро делалась, да. А вот сложности, вот лосем была, да, она большая, объемная, внутри надо много валять, да. И этот, рога, так надо делать тоже, чтобы похоже было. Здесь переплетаются культуры, традиции, например, одежды мы можем увидеть в этом мультфильме. И мы многому учимся через этот мультипликационный фильм. Очень много идей после такого опыта приходит. Тоже хочется идти в этом направлении, в будущем. Еще хочется, чтобы еще другие рассказы, истории выпускали. Олень – это самое священное животное. И в этом мультфильме очень связаны сами Эвены и олень. Героиня Нюльтек – очень положительная, очень доброжелательная, добродушная девочка. Она символ женского рода Эвенов. Ощущения какие у вас после этой работы? Ощущения радости, гордости за авторскую группу, которая работала. Очень много людей было задействовано, очень талантливые, многогранные личности были задействованы. И мне кажется, мультик удался. И тому доказательство то, что зрители наши маленькие, которые приходят нам в наш музей, они очень так заинтересованы и вдумчиво смотрят этот мультик, и в конце они даже аплодируют. Конечно, трудности были, но так как наш музей уже имеет опыт создания таких мультфильмов, вот поэтому быстренько мы команду собрали, и группа энтузиастов быстренько спохватились, кто за сценарий, кто за озвучку, кто за оформление эскизов. Там куклы сделали, анимацию сделали. И еще мы сегодня, по-моему, не говорили насчет наших звукорежиссеров, которые были задействованы. Это колледж культуры. Это и студенты, и преподаватели, с которыми мы уже который год совместно создаем мультфильмы. Они нам очень помогают. Именно хотелось бы, чтобы носители, наше молодое поколение, которое растет, наши эвены, детишки, именно смотрели на родном языке. Чтобы этот мультфильм именно помог им сохранить язык и развить язык.